Друзья, я сейчас хочу передать слово от Господа. Дорогие, конечно, в интернете, на YouTube есть очень много видео о восхищении невесты. Уже года четыре длится, и я знаю, многие верующие уже не верят. Вот так написано, как жених замедлил, то все уснули, друзья. А потом прозвучал голос жениха, труба Господня, что жених идет, и начали все поправлять свои светильники. И оказалось, что у половины верующих, которых Библия называет неразумными девами, оказалось, у них не хватило масла. И они не вошли, они остались. Жена убежала в пустыню, а дракон сразился с ее семенем, и дана была ему власть победить их. Но победить только тела, души пошли на небо. А готовые восхищены были, друзья. Сегодня Бог, когда вот перед Рошхошаном, я оставила видео, друзья, послушайте, на YouTube, мне Бог открыл, что в тот время, день и час, где объявили по всему интернету, он не придет. Ничего не случится. А он придет, когда не объявлено в интернете тот день, и дату не объявили. И я записала об этом видео. Но сегодня Бог дал мне сильное сновидение. Я в таком впечатлении была. Я всю ночь была там. Я проснулась ночью. И опять заснула, и опять это сновидение продолжалось. Я пару раз просыпалась и засунала, и оно продолжалось. Я была там. Я пережила это. Я когда утром проснулась, мне захотелось посмотреть. Я вышла из дома, открыла дверь, посмотрела. Я другими глазами смотрела на деревья, на цветы, на свой дворик. И на небо. У меня другие чувства были сегодня. Я под сильным была впечатлением. Друзья, смотрите, если вы призываете, покрываете двери косяков кровью Христа, кровью Акса, то никогда вам не приснится сон не от Бога или кошмарный сон. Никогда не приснится. Потому что в Слове Божьем написано, что мы будем вразумляемые сновидениями. А на сновидение даже Иосифу, да, он даже молодой был, и ему Бог давал сны. Поэтому покрывайте себя на сон и на ночь, защитой крови Христа, кровью Акса покрывайте косяки своих дворей. То на сон и на ночь. И вам всегда Бог вразумит и даст ясное значение. И вот, да, я ждала все эти четыре года. Я готовилась, я ждала. И, друзья, тот, кто ждет, тот всегда дождется. Многие под видео насмехаются, злословлят, обзывают. Пишут, вы ждуны, что ждете, ждете. Одна сестра написала, а я не жду верующие. А как это? Не жду. Написано, бодрствуйте, ибо не знаете, в какой он час придет. Мне задали сегодня вопросы. А что нужно делать? Как ждать? Друзья, ждать – это нужно быть исполненным Святого Духа. Нужно, это номер один, вы должны быть рождены Духом Святым. Рождены свыше, крещены Духом Святым. Рождены свыше и крещены Духом Святым. И помолиться, приготовиться – это помолиться. Господи, я всех своих обидчиков прощаю, и кого я обидела, пусть я их благословляю. Это пункт номер два, дорогие. Без этого верующие останутся, не пройдут. Масло в святильниках – это Дух Святой и любовь, и прощение. Кто готов, пишите. Под этим видео я дам ссылку на группу, на WhatsApp или на Viber. И мы вместе с вами помолимся, приготовимся, оденемся в эти наряды готовности. Дорогие, мне сегодня Бог ночью показал, год назад мне Бог показал, сильное, сильнейшее мне было сновидение, что на Америку планируется атака войны, страшной войны. Мы же понимаем, что сейчас будет ядерная война. Сейчас будут ядерные войны, это Третья мировая. И некоторые страны уже готовы. Если вы читаете книгу «Откровения» и понимаете ее, то вы понимаете. Дорогие, неважно, в какой мы стране живем, неважно. Мы должны быть готовы. И так, как написано, жена убежала в пустыню, а дракон сразился с ее семенем, это кто остался. А жена, она будет укрыта, друзья, дорогие. Никогда Бог не оставит избранных своих на поругание Антихристу. Никогда. Потому что написано, что беззаконник уже в действии. Но он еще не может править, пока не будет взят от земли, удерживающий его. Не будет два царя править на земле. Дух Святой – это Дух Божий, Дух Отца Небесного. Потому что Иисус сказал, что лучше вам, если я пойду, то я умолю Отца Моего и пошлет вам Духа Утешителя, Духа Святого. Иисус умолил Отца, когда он возвратился на небо, и Отец послал нам Духа Святого. Дух Божий не будет править вместе с Антихристом, с Духом Тьмы. Не будет. А когда Бог сейчас укроет своих готовых пять, которые войдут в пять мудрых дев, которые наполнены маслом, Духом Святым крещеные, и всех своих обидчиков простили, и кого они обидели, они их благословили, помолились за них сильно, это и есть готовность. Дорогие, Бог мне сегодня показал, что вот-вот, я приведу пример, вот когда мы взяли уже билет, мы взяли билет на поезд, на самолет, или на корабль, да, я на корабле тоже плавала семь дней, на самолете летала, на поезде ездила. У нас билет на руках, чемодан готовый. В миру говорят, сижу на чемоданах, дорогие, но нам чемоданы сейчас не нужны. Это просто пример, чтобы все понимали. Этот человек готов, у него билет на руках, чемодан собран. Все, он завтра или сегодня, сегодня или завтра, или через пару дней, он уже отправится в путь. Вот Бог мне сегодня открыл, показал в сновидении, что сейчас идет, как Моисей выводил Божий народ, и он им говорил, что Бог сказал Моисею, что нужно Ангса съесть, Пасха. Это вывод народа Божьего из Египта. Друзья, не в Египте ли мы живем сегодня? Бог сегодня нас хочет вывести. Дорогие, это уже серьезно, это уже не то, что было 4 года назад в интернете. Уже мы же видим по всему, что время сейчас. И было им сказано Богом, быстро, быстро, в торопях, скушать семьями, скушать Ангса. И быстро, в торопях, все выходили, собирались в одном месте и вместе выходили. Сегодня мне Бог показал, что сейчас все собираются. Я бегаю по домам, по улицам и кричу. Все, выходим, выходим. И все люди выходят, собираются, кто верит. Я видела некоторых людей, которые не верят. И они не стали с нами в строй. Они не вышли с нами. Друзья, это значит выйти сегодня. Уже мы на завтра ничего не планируем. Не то, что через год, через два, через десять мы что-то планируем. Что наши, например, дети вырастут, там, калыш пойдут, там, машину купим. Или поможем, и на какую специальность они пойдут учиться. Или что я буду откладывать сейчас деньги на мою пенсию. Уже, Бог говорит, сегодня мы это должны оставить. И позаботиться о том. Друзья, это можно сделать за пять минут. Всех простить. И в кого мы обидели, их благословить. Сказать, Господи, пусть положи им на сердце меня простить. Я их благословляю. Вот это мы должны в готовность войти. А кто не крещен Духом Святым, сегодня, друзья, не откладывая на завтра, сегодня мы должны креститься Духом Святым. Иначе мы останемся. Я видела во сне, когда мы все выходим, точно как я видела фильм, давно. Это не то, что я вчера кого-то там слушала, какого-то проповедника, или фильм про Моисея смотрела. Нет, я никого не слушала, была занята домашними делами, никого не слушала, ничего не смотрела. Я увидела, что мы выходим. Все, уже все выходят, все оставили свои дома. И мы в торопях прямо бежали. Все бежали, потому что каждый должен покинуть свой дом, свои улицы, и там на главной улице все встречаемся, и куда Бог поведет дальше. Друзья, а я тем, которые не поверили, ничего не хотят делать, не хотят оставлять дома, не хотят бежать, не хотят идти собираться, они, дорогие, сегодня я тем людям говорю, кто мне не поверил, они не бежат вместе с нами на выход, на вывод, на выход, не бегут, не верят. И Дух Татой через меня, Бог через меня, им говорит, вы останетесь, а когда вот все уйдут, которые поверили, которые услышали голос Божий, которые поверили, что это вывод, Бог говорит, то от тех, которые, и все эти, Бог уже выведет, все уйдут, и на них, кто остался, из верующих, мирским им все равно. И уже не будет, как закона, конституции, на какое-то время, друзья, не будет. Понимаете, я сегодня во сне поняла откровение слова хаос. Это будет большой хаос. Хаос, слово, означает, это я сегодня во сне получила откровение, друзья, нигде-то вычитала, не придумала, сама не догадалась. Это когда не будет закона никакого, не будет никакого порядка, не будет беспорядок, не будет закона, не будет конституции, не будет полиции. Никто вас не защитит, никто вас не сохранит. Будет страшное, творится сплошной хаос на некоторое время. Будет суматоха, будет паника, потому что очень многие люди ушли. Друзья, их Бог укрыл, их Бог вывел, их Бог спрятал. как жена была спрятана в пустыне, написано. И в это время будет страшное твориться на земле, без закона, без конституции, без полиции, без порядка. Будет все наоборот, будет такое, что будут, кто останется из верующих, они будут в страшном искушении. Слово искушение многие верующие неправильно понимают. Эти люди будут, искушение, это как, они будут искушаемые. Паника, это и есть искушение, это паника. Устоишь, устоишь ли ты? Это будет страшное насилие, беззаконие над людьми, особенно над верующими, над теми, кто остался, не пошел в этот поход, в это, что Бог открыл, выходите, я вас поведу. Кто не послушал, они останутся, друзья, и это будет вот-вот-вот. Возможно, до Нового года, возможно, на Новый год, возможно, после Нового года, друзья, ну вот. Я видела где-то от трех до пяти месяцев вот это время. Это уже, ну вот уже, на носу. Это очень скоро, дорогие. Это будет страшное время для тех, кто останется. А избранные, те, кто услышал, и стал в строй, и ушли, они будут укрыты. Жена была укрыта. Жена, это, мы верим в еврейского Бога. Мы язычники, мы непомилованные, стали помилованными, приняли еврейского Бога. и мы также стали привитой маслиной, корню винограда. Мы стали спасенными. Друзья, немножко отвлекаюсь, нажимаю паузу, теперь продолжаю дальше говорить. И те, кто останется, кто сейчас не послушается, то ли это будет вывод, любой вывод, друзья. Каждый, где вы живете, кто где живет, вы услышите, если вы крещены Духом Святым, если вы рождены свыше, вы обязательно услышите голос Божий, где бы вы ни жили. Бог за вами придет, обязательно, если только вы крещены Святым Духом. А кто не услышит и не пойдет, у кого нету билета, у кого не собран чемодан, это духовный смысл, не надо собирать, никакие шмотки, друзья. Собранные чемоданы, это привели в порядок со всеми своими обидчиками, всех простили, всех благословили. Билет, это Дух Святой, должен жить в вас. Кто остался, это будет страшное насилие, беззаконие, мучение для тех, кто останется, дорогие. И все равно все будут тогда бежать, все равно все остались в свои дома, будут бежать где-то в пустыне, в леса, в горы. Невозможно будет жить в этом мире. Кто останется, друзья, надвигается, я вам прямо скажу, ядерная война, ядерная война надвигается, вот-вот-вот, несколько месяцев, два-три-четыре месяца осталось. сейчас, кто хочет иметь билет, право на вывод, право на спасение, сегодня должны быть крещены Святым Духом. Я дам ссылку и давайте молиться. Православные, мусульмане, кто верит, мы вместе можем на группе помолиться, по видеозвонку, не обязательно встречаться, сегодня есть интернет. Мы можем попросить Господа, если вы желаете крестить вас Духом Святым, родиться свыше, потому и вы будете спасены. Слово Божие говорит, и вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссияет Господь. И как ты соблюл себя в слове моем, то я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Бог говорит, я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную, друзья. А слово соблюсти себя в слове Божьем, это быть рожденному свыше и креститься Духом Святым. Есть три крещения от воды и Духа и огнем. Можно еще за месяц, за два успеть креститься. Я не знаю, как назвать это видео, чтобы больше людей обратили внимание, кто его ждет, а не сомневаетесь, что вы готовы. Тогда мы можем вместе молиться, и вы примете Дух Святой. И вы, надо, чтобы вы получили уверенность, что вы готовы, чтобы вы услышали голос Божий, чтобы вы не остались, потому что Бог сохранит своих от годины искушения, друзья. Ядерная война это не шутки. Остаться потом на хаос, хаос, это будет ужасно. Так что лучше сейчас родиться свыше, креститься Духом Святым, и вы не останетесь, и мы не останемся. Да поможет вам Бог. Я думаю, что буду каждый день выходить в эфир сейчас. Я сегодняшнее откровение сновидения принимаю. Я в очень большом впечатлении, под большим впечатлением. Я пережила, я там была, дорогие. Некоторые блогеры на Ютьюбе я в последнее время встречаю, есть истины от Господа. Я ставлю на нашу группу на Ватсапе или на Вайбере. У нас больше людей на Ватсапе, так что, если можете, переходите на Ватсап. Кто не может на Ватсап перейти, переходите на Вайбер. Я дам обе ссылки. Обязательно нужно сегодня быть собранным, быть готовым. Друзья, время гордет тяжкое. Несколько месяцев осталось. Еще время есть, чтобы приготовиться, креститься Святым Духом. Это очень серьезно. Я была прямо там, в духе и теле в сегодняшнем сновидении. Просто не нахожу слов, чтобы передать. Это было очень серьезно. Присоединяйтесь. Можно еще приготовиться. Еще можно успеть.